Друзья, всем большой привет! Сегодня в этом видео хочу немножко поговорить еще раз о собаках. И в отличие от многих моих других видео, которые посвящены каким-то породам, уходу, дрессировке за собаками, сегодня хочется затронуть одну очень важную, довольно серьезную темпу, точнее самую, наверное, серьезную. Друзья, по той причине, что даже не потому, что мне приходит какое-то большое количество вопросов от людей, которые хотели бы завести собаку, в зависимости от моих наблюдений за тем, что происходит с владельцами собак в моем городе, то, что я наблюдаю в интернете и прочее, и тому подобное, мне кажется, что я просто обязана, друзья, поговорить на эту тему. Просто обязана. Поэтому, если у вас есть возможность поделиться этим видео с другими будущими собачниками, то, пожалуйста, сделайте это, и я буду очень вам благодарна. Окей, сегодня мы поговорим про ответственность. Мы в ответе на тех, кого приручили. Самый лучший, наверное, пример, это пример из собственной жизни, потому что я знаю, что многие из вас очень любят животных, очень любят собак. И даже если вы школьник, если вы ребенок, вы просто мечтаете, грезите о каком-то своем друге, о собаке, о щеночке, я вас прекрасно понимаю, потому что я сама была больна собаками с пяти лет. Как только я начала понимать, что такое собака, я мечтала. Я просто спала и видела о том, что у меня будет мой маленький друг. Отчасти это было связано с тем, что я была одиночка всегда по натуре своей, я не любила играть с другими детьми, но о ком-то заботиться мне очень хотелось. С кем-то играть, с кем-то гулять, проводить время. И я просто мечтала о собаке. Я хотела себе реально хорошего друга. И на тот момент мне было вообще все равно, какая это будет собака, какая это будет порода, как она будет выглядеть. Потому что для меня тогда любая собака, любая порода, любая дворняга, даже самая грязная, самая лохматая, чумазая, страшная и старая, для меня казалась самым красивым животным в мире. В принципе, я по сей день так считаю. И мама моя, конечно, сделала правильно, что не позволила мне купить собаку в 5 лет, да, логично. И мне подарили мою первую собаку на мой день рождения в 12 или в 11, ну, в общем, лет в 11-12 лет. И я была просто счастлива. Я была, наверное, самым счастливым ребенком на земле. Но моя мама поставила условие, что кормить, гулять, вообще заниматься собакой буду только я. Это моя собака, не ее собака. Она не так сильно любила собак, как я. Она просто очень сильно любила меня, поэтому я ее прекрасно понимаю. И она делала все это не из какого-то зла, не потому что она там не любила прям животных, просто потому что она хотела приучить как-то меня к ответственности, к заботе о ближнем своем. Да и вообще как-то собака моя, заботься о ней сам, логично. Так, да, да. Ну, друзья, я вам хочу сказать, что я человек безумно любящий собак. Ну, я была ребенком, ребенком довольно-таки, скажем так, ну, не глупым, конечно, но маленьким, господи. У меня была школа, у меня были друзья. И бывало такое, что времени на прогулки длительные собак. И мне просто тупо не хватало времени и сил, потому что у меня была школа, музыкальная школа и бокс три раза в неделю. И элементарно времени на собак у меня не хватало. А иногда, вы знаете, даже желания не хватало, потому что, ну, там, не знаю, гулянки с ребятами, с подружками куда-то туда-сюда пойти, какие-то секции, появлялись какие-то новые интересы. А собака, простите, скучает дома, и она любит тебя, несмотря ни на что. Что мама моя, собака, она гуляла только в очень экстренные ситуации, либо когда я куда-то въезжала, либо когда я очень сильно болела, очень сильно с температурой, там и со всем прочим. Но в основном собакой занималась я. Вы представьте себе, что животное, ну, первые два года, да, вы порадовались, вы уделяли много внимания, потому и вам нужно туда поехать с экскурсией, вам нужно туда, а там, там уже экзамены, там уже выпускные, там уже нужно выбирать универ, и времени на собаку, поверьте мне, у вас не будет вообще. Но это ведь живое существо, оно не понимает, что у вас экзамены, оно ждёт вас каждый раз с работы или с учёбой, всегда любит вас, несмотря ни на что. Вот, и очень часто бывает, что осознание того, что мы ведём себя как-то неправильно, оно приходит уже намного позднее, когда мы сталкиваемся с потерей животного, да, или видим, каким оно стало без нас, без нашего внимания, без нашей любви. Поэтому, наверное, оборачиваясь на себя прошлое, да, я с уверенностью хочу сказать, что безусловно заводить собаку-ребёнку можно и даже нужно, но только при том условии, что у вас есть семья, больше двух человек в семье, и все одинаково, так же, как и вы, любят собак. Потому что собака приходит в семью, то, что собаку любят все, а не так, что один человек только её занимается, а всё остальное время на неё внимания никто не обращает, да. И это ненормально, когда собак погуляет по 20 минут в день, и всё остальное время она лежит и скучает, и это продолжается в течение многих лет. Это ненормально, этого быть просто не должно, не нужно заводить собаку, если вы готовы уделять ей внимание первый год, а потом у вас могут появиться какие-то планы. Я ещё говорю о том, что вы можете поехать путешествовать, поехать в отпуск, подумайте, куда вы оставите, возьмёте ли её с собой, если она большая, это очень проблемно. На самом деле так кажется, что с собакой легко путешествовать. Поверьте мне, с собакой путешествовать далеко не легко, особенно если она, допустим, первый год вообще никуда не выезжала. Это огромный стресс для животного. Особенно если она больше, там, допустим, размера с паниэля или бигля. Это сложно, друзья. Просто я очень сталкивалась сама на своём опыте со всем этим. Я могу очень долго об этом говорить, но, друзья, если вы меня спрашиваете, какую породу завести, в каком возрасте завести лучше собаку, конечно, сколько людей, столько и мнений, я не могу там сказать, нет, тебе собаку заводить нельзя, вырасти и так далее. Вы личность, вы человек, вы сами решаете для себя. И на кого влиять я не собираюсь. Просто я хочу сказать своё мнение, что, наверное, знаете, такой совет себе из будущего, в себе прошлый, что всему своё время, что собака – это не игрушка. Собака заводится не только для вас, не только для того, чтобы порадовать вас, не только для того, чтобы у вас была компания погулять, поразвлечься, как-то поиграть с ней в мячик и так далее. Кто-то ещё заводит просто, чтобы она его охраняла и за счёт собаки, ну, знаете, как-то реализовывать свои какие-то комплексы и страхи. Это вообще, по-моему, самое последнее дело. Собаку уже в первую очередь заводят ещё для того, чтобы собака была счастливой и чтобы предоставить ей комфортные условия, любовь, прогулки, движения. То есть собака приходит в этот мир не только ради вас, да, то есть для вас собака – это просто часть вашей жизни очередная, да, которая, причём, живёт не очень долго, будем честными, да, но для вас, но для самой собаки вы – это целый её мир. И если вы куда-то уходите, то собака думает, что вы уходите навсегда. Это правда. Почему они так нас радостно всегда встречают? Откуда они знают, куда мы там пошли, да. Поэтому, друзья, вот моё личное мнение, что если вы так же, как и я в детстве, мечтаете о собаке, но родители, допустим, вам не разрешают, или в вашей семье, ну, не так сильно любят собак, как вы, или говорят вам о том, что вот появится собака, будешь ухаживать за ней только сам. Просто включите здравый смысл, пожалейте собаку, это живое существо, оно заслуживает только лучшего, да. Собака не пришла в этот мир, чтобы страдать, вы её купили не для того, чтобы издеваться над ней. Поэтому, друзья, потерпите немножко, пусть пройдёт какое-то время, уделите это время, эти годы тому, чтобы максимально изучить вообще поведение, дрессировку, содержание собак, или какой-то определённой породы, которую вы хотите. Или, быть может, вы вообще хотите взять из приюта, это вообще, мне кажется, благое дело взять собаку из приюта. Серьёзно, мне кажется, если вы просто хотите хорошего друга, который будет вам просто по гроб доски благодарен, возьмите собаку из приюта. Почему бы и нет, это просто, мне кажется, очень хорошее дело. Поэтому, потратьте это время реально с пользой, вы будете подкованным, со всех сторон грамотным человеком. Конечно, ошибки все мы совершаем, но даже я с Линдой постоянно совершала какие-то ошибки, но не такие, вы знаете, критичные, как с моей первой собакой. И вы уже гораздо более начитанный человек, который может делать какие-то выводы из своих же ошибок и исправлять их сразу же по мере их появления. Поэтому, ну, наверное, я бы дождалась своего совершеннолетия, я бы дождалась того момента, когда я буду жить отдельно, допустим, от родителей, потому что, ну, скажем честно, моя мама, например, любит животных, действительно, но у неё не такое трепетное отношение к собакам. Она не готова морально давать столько внимания и любви им, как я. И это абсолютно нормально, никто не обязан, ну, как говорится, насильным им не будешь, ничего в этом такого нету, вот, но не хотелось бы, чтобы животное действительно страдало. Поэтому лучше всего иметь какой-то свой собственный стабильный какой-то заработок, своё жильё, свою голову на плечах и осознание того, что вы ответственный человек. Вы отдаёте себе отчёт в том, что вы отвечаете за эту собаку, вы обязаны, обязаны, действительно обязаны обеспечить ей счастливую жизнь, несчастливое будущее, потому что я считаю, что животные, если вы их берёте домой, то вы не должны обеспечивать им страдания, скуку, боль и прочее и тому подобное. Мне кажется, это очень жестоко, и это вообще не имеет места быть в нашем мире. Поэтому, друзья, давайте будем несколько чуть более разумными людьми и включать не сердце, а именно голову вот в этот момент. Да и сердце, кстати говоря, в первую очередь тоже. И просто помните, мы в ответе за тех, кого приручили. Взвесьте все за и против. Подумайте тысячу раз, вот реально тысячу и один раз. Готовы ли вы к этому? Потому что трудностей будут, трудностей будет очень много, поверьте мне. Это не гарантирует вам на 100%, что вы не столкнетесь с трудностями. Все сталкиваются, поверьте мне, все. Другое дело, как вы на это отреагируете, как вы выйдете из этой ситуации. Я искренне надеюсь, что у вас будет самая лучшая собака, самые лучшие и теплые взаимоотношения, и вы принесете друг другу только самые положительные эмоции. Потому что все-таки собаки действительно это какой-то лучший свет в нашей жизни, у которых действительно стоит поучиться очень многому. Так что, друзья, надеюсь, у вас все будет хорошо. Я желаю вам искренне удачи и всего самого лучшего и теплого. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!